Я вас приветствую, мои дорогие друзья! По многочисленным просьбам моих подписчиков, сегодня в этом видео я хочу вам показать подробную инструкцию по сборке генератора для бензиновой горелки. Последняя версия в моем исполнении. В качестве материала для бачка я использую трубу из подножного металлолома, внешним диаметром 90 мм, и с толщиной стенки 3 мм. Для начала необходимо выровнять торец трубы, и для этого я использую обычный лист бумаги формата А4. Отрезаю торец при помощи болгарки. Далее я отмечаю отрезок трубы длиной 170 мм, размечаю места реза и отрезаю необходимую мне длину. Внутреннюю часть трубы я вычищаю при помощи щетки по металлу, а внешний диаметр чищу от ржавчины при помощи корс щетки на наждаке. Также я буду использовать и трубу внешним диаметром 48 мм. Размечаю отрезок длиной 170 мм и отрезаю его. В качестве заглушек для бачков я буду использовать отрезок листового металла толщиной 4 мм. Зачищаю его при помощи кораллового круга. И размечаю маркером две заглушки для большого бачка и две заглушки для маленького. Все заглушки я грубо отрезаю при помощи болгарки, а точную обработку я уже произвожу на ленточном шлифовальном станке. Также я снимаю с заглушек большие фаски для глубокого провара сваркой. Самих бачков изнутри я тоже снимаю глубокие фаски. Наглухо завариваю по одной заглушке на большом и на маленьком бачках. Использую для этого обычную сварку и варю все электродом 3 мм. После сварки я шлифую плоскости бачков, используя лепестковый круг. Далее я размечаю центры при помощи угольника. И керном произвожу разметку центральных отверстий и двух боковых отверстий на каждом из бачков. На каждом бачке при помощи циркуля я размечаю центральную окружность под горловину диаметром 19 мм. Сверлю три отверстия диаметром 6 мм, а центральные рассверливаю сверлом диаметром 10 мм. После чего я растачиваю центральные отверстия до диаметра 19 мм при помощи фрезы по металлу. Это все делаю я по причине отсутствия хорошего ступенчатого сверла. В качестве заливных горловин для этих двух бачков я использую обычные стандартные штуцера на 20 мм, выполненные из латуни, с наружной резьбой на 1,2 дюйма. Заглушками являются стандартные заглушки, тоже с резьбой на 1,2 дюйма. Для полной герметизации этих заливных горловин сюда необходимо будет вставить две прокладки, либо силиконовые, либо кожаные, но это можно будет сделать в самом конце. Как вы можете заметить, здесь на бачках я уже сделал фрезеровку вокруг отверстия до чистого металла. Это все необходимо для того, чтобы обеспечить очень качественную и очень прочную пайку. Что нужно сделать будет теперь? Нужно будет подогнать эти штуцера, чтобы в натяг загнать их сюда в отверстия в центральные, ну а также сюда установить аэратор с тройничком. Два тройника станут еще сюда и сюда. А здесь будет поворот на 90 градусов. Ну и после всего этого необходимо будет за один раз обеспечить хорошую пайку. Аэратор и тройники я буду изготавливать из тонкостенной медной трубки диаметром 6 мм. Отрезаю три отрезка длиной 40 мм и два отрезка длиной 30 мм. На отрезке трубы длиной 40 мм, ровно посередине при помощи треугольного надфиля, я протачиваю канавку, которую потом растачиваю круглым напильником диаметром 6 мм. Запрессовываю отрезок трубы длиной 30 мм в получившиеся отверстия и спаиваю соединение медно-фосфорным припоем. В итоге получились два тройника с хорошей пропускной способностью. Далее я завальцовываю один конец медной трубки при помощи молотка и загибаю ее в кольцо, используя в качестве оправки внутреннюю часть бачка. На маленьком сверлильном станке я сверлю множество маленьких отверстий диаметром 1 мм на этом кольце. Вставляю аэратор внутрь бачка, надеваю на трубку отрезок с проточкой и запаиваю соединение медно-фосфорным припоем. Еще необходимо сделать из трубки выход под 90 градусов, для чего я отрезок трубы отрезаю под углом 45 градусов и получившиеся два куска я спаиваю между собой, тем самым получив штуцер на 90 градусов. На ленточно-шлифовальном станке я торцую штуцеры и стачиваю шестигранники до цилиндра. Это, конечно, я делаю для эстетики, можно этого и не делать, это не принципиально. Итак, штуцеры для бачков я полностью обработал и подогнал к самим бачкам. В общем, здесь они садятся очень плотно и здесь еще остается зазор под удар молотка, чтобы они сидели посадкой в натяг. С этим бачком все подогнал и вот с этим бачком подогнал все тоже. Теперь необходимо решить очень важную такую проблемку, которая возникла у меня в ходе работы. В общем, получается такая ситуация, что из-за того, что здесь внутри заглушек не дорезана до конца резьба, то есть не хватает одного витка, когда я закручиваю штуцер в заглушку, получается очень хороший такой большой зазор, который не может компенсировать даже сама прокладка. В качестве прокладок я буду использовать силиконовые прокладки. Можно было бы, в принципе, использовать и две, но это все колхоз полнейший. Так что я буду использовать одну, а проблему я решу следующим образом. Я просто здесь на резьбе сделаю очень хорошую такую фаску, которая позволит мне штуцер загнать чуть глубже, чем резьба на самой заглушке. И тем самым смогу решить проблему. Другое дело. Теперь необходимо произвести пайку всех элементов. Пайку всех элементов я буду производить за один раз. Установлю сейчас я штуцеры, поставлю сюда тройничок на большом бачке, тройничок поставлю на маленьком бачке. А с левой стороны маленького бачка будет вот такой поворот на 90 градусов. И обратите внимание, он такой длинный, не просто так. Для чего так нужно, я объясню, когда уже агрегат будет полностью в сборе. Паять все это дело я буду при помощи припоя по алюминию. Мне им работать очень нравится. Он работает на более низких температурах и прекрасно залуживает все поверхности. Ну а разогревать все я буду это при помощи обыкновенной газовой горелкой. Потому что нужно будет вокруг прогревать все эти бачки. То есть ей гораздо удобнее. Глава knак. Просвет. Продолжение следует... Продолжение следует... Внутри большого бачка я засовываю нержавеющую губку для мытья посуды, запрессовываю заглушку и все завариваю. Теперь я хочу сделать на бачке индикацию уровня топлива. Для этого я использую часть трубки от змеевика старого холодильника. Загинаю два уголка в тисках под 90 градусов. На самом бачке я размечаю керном места под сверление и сверлю два отверстия диаметром 5 миллиметров. После чего произвожу пайку уголков к бачку. В качестве внешнего корпуса для генератора я использую уже согнутый в необходимый мне размер лист тонкостенного кровельного листа, который по размерам мне согнули на станке в магазине. Ширина его 188 миллиметров, а высота 210 миллиметров. Размечаю отрезок длиной 280 миллиметров и отрезаю болгаркой. Все заусенцы я тщательно снимаю надфилем. В качестве каркаса для генератора я использую квадратную профильную трубу 15 на 15 миллиметров. Свариваю нижнюю и верхнюю части конструкции, провариваю как внутри, так и снаружи, чтобы не было щелей. Шлифую все я болгаркой при помощи лепесткового круга для получения плоскостей. Стойки я выставляю при помощи магнитных угольников и свариваю всю конструкцию на сварочные точки. Так, ну прихватил пока на прихватки, посмотрим, как ляжет корпус. Вау! Ну, как оно тут и было. Прям вообще изумительно. И здесь, и по высоте. Все, угадал. На куске профильной трубы я размечаю полоску шириной 20 миллиметров. И на этой полоске при помощи угольника я размечаю прямоугольные треугольники со стороной 20 миллиметров. После чего я отрезаю полоску болгаркой и с нее нарезаю 8 маленьких треугольников. В итоге должны получиться вот такие небольшие уголки. Они необходимы, в общем, для того, чтобы к раме можно было при помощи винтов зафиксировать переднюю и заднюю панели. Ну, а теперь в условиях моей мастерской предстоит очень сложная работа. Это приварить обычной дуговой сваркой вот такие маленькие элементы к этому каркасу. Варить буду электродом двоечкой. Реально очень сложно. И так по кругу 8 раз. Мда. В качестве донышка я буду использовать трехмиллиметровый лист стали. Тоже бэушный. В общем, сейчас я его сюда вот так поставлю примерно. Приваривать пока не буду, потому что необходимо будет сверлить отверстие и нарезать резьбу. Это будет уже в каркасе в самом неудобно. Поэтому пока я могу только прицелить. Как вы можете заметить, здесь имеются уже зазоры. Зазоры нужны для того, чтобы компрессор мог свободно подтягивать воздух. Ну, а теперь можем примерно разместить сами бачки. Находиться они примерно будут вот так. Остается сейчас к ним приварить небольшие уголки, чтобы можно было притянуть к основанию. Ну, и компрессор, который я буду использовать на 70 литров в минуту. Все ссылки на расходники я оставлю в описании под видео. В общем, выглядеть это внутри должно примерно как-то вот так. Сверлю четыре отверстия диаметром 5 мм от компрессора и нарезаю резьбу М6. Квадратную трубу 15х15 разрезаю по диагонали и отрезаю отрезки длиной 15 мм. В получившихся уголках сверлю отверстия диаметром 6 мм и привариваю их к основанию бачков. Далее я сверлю четыре отверстия диаметром 5 мм и в них нарезаю резьбу М6. В качестве материала для лицевых панелей я использую боковую крышку от системного блока компьютера. Размечаю маркером размер по месту и отрезаю необходимые мне панели болгаркой. Используя коралловый круг, я зачищаю будущие панели до чистового металла. Места под крышку и терморегулятор я вырезаю маленьким диском при помощи бармашинки. Сверлю три отверстия диаметром 10 мм под краники и под штуцер и растачиваю отверстия под штуцер фрезой по металлу. Сверлю четыре отверстия диаметром 3 мм в передней панели, а в раме нарезаю резьбу М3 под эти отверстия. Прикручиваю переднюю и задние панели винтами М3. В самой раме я нарезаю резьбу М3 под крышку и прикручиваю крышку винтами М3. После окончательной примерки смело привариваю дно к самой раме. В верхней крышке прорезаю смотровое окно для уровня топлива и растачиваю отверстия под горловины бочков. В лицевой панели с треугольным надфилем растачиваю отверстия под краники. Грунтую я все детали конструкции из обыкновенного аэрозольного баллончика. Сами бачки крашу синей краской, а корпус и панели крашу белой краской. Ну йоксель-моксель, как же я ненавижу мух. Вот только на солнышке поставил посушиться, тут же обосрали. Чтоб вы провалились. Приступаем к сборке. И самое первое, что я хочу сделать, это приклеить силиконовые ножки на нижнюю часть. С маленьким бачком я уже больше никаких модернизаций производить не буду, поэтому имею полное право его прикрутить к основанию при помощи винтов М6. Единственное, что я хочу сделать с компрессором, это поменять воздушный фильтр, потому что здесь он изначально стоит, ну прям очень никакой. Поэтому сейчас я его заменю. Ну вот, как мы можем видеть, что это не фильтр, а кусок поролона. Надо поставить нормальный моциклетный. В общем, заменю его на такой хороший двухслойный поролон. Он применяется в фильтр-боксах для скутеров. Отрезаем полосочку. По ширине, наверное, чуть пошире сделаю, чем родная. Пусть лучше будет в натяг. Ну вот, как-то так. Ну а теперь кружком необходимо затрамбовать его вот сюда. Ну вот, другое дело. Вот это уже фильтр как фильтр. Здесь на компрессоре имеется резиновое уплотнительное кольцо. И вот этот пластмассовый стакан прямо вплотную касается этой резинки. Тем самым воздух получается, что поступает внутрь компрессора только через фильтр. В принципе, всё как и должно быть. Готово. Теперь можно поставить компрессор на законное место. Теперь необходимо на основной бачок установить нагревательный элемент. В качестве нагревательного элемента мне понравилось использовать рим-кабель. Почему понравилось? Потому что он мощный и он очень быстро нагревается. В моём случае это рим-кабель мощностью 60 Вт на метр. Я рассчитываю использовать 2 метра, а это значит, нагревательный элемент у меня будет мощностью 120 Вт. Сам провод находится в силиконовой изоляции. Он гибкий, мягкий и выдерживает максимальную температуру, если не ошибаюсь, до 130 градусов. В этом проводе есть такая небольшая особенность. То есть, если вы заказываете, например, 2 метра этого провода, вам заказывать нужно 3. Я сейчас объясню, почему. Внутри имеются вот такие вот небольшие оголённые контакты, на которые накручена проволочка. Проволочка это получается резистивная проволочка. Так вот, от этого оголённого контакта до оголённого контакта, это у вас получается рабочий метр. Значит, вот этот метр будет нагреваться. Но если у вас с одной стороны оголённый контакт, а с другой стороны его нет, и вот вы этот провод подключаете к 220 Вт, то вот этот хлыст нагреваться не будет. И в итоге получается такая ситуация, что у меня будет нагреваться лишь от контакта до контакта. От контакта до контакта. А вот тот хлыст и вот этот хлыст, это бесполезные пустые провода, которые нагреваться уже не будут. Обидно. Сам бачок, для изоляции его от короткого замыкания, я обклеиваю термостойким каптоновым скотчем. После чего я на него наматываю нагревательный кабель. И обклеиваю этим скотчем его и снаружи. После всех этих манипуляций, поверх всего я обклеиваю всё алюминиевым скотчем. Нагревательный элемент полностью установлен и запакован так, как нужно. Теперь необходимо установить трубочку для индикации. В качестве трубочки я использую прозрачную трубку от топливной системы триммера, если не ошибаюсь. Она прозрачная и бензостойкая. Готово. Устанавливаем. Устанавливаем заднюю крышку. Устанавливаю краники на переднюю панель, стянув их с обратной стороны скобами из тонкостенного листового металла. Что касаемо терморегулятора. Данный экземпляр на 220 вольт. Вы не обращайте внимания на эту этикетку, потому что китайцы клеят одну и ту же этикетку на все регуляторы. Именно этот на 220. Здесь, где плюс и минус, сюда цепляются сетевые провода. Где контакты S1 и S2, это изолированное реле. Как это всё соединить? В общем, здесь у меня имеется заготовка сетевого провода, который питается от самого гнезда на задней панели. С него идёт питание через выключатель на сам компрессор. Также параллельно здесь идут ещё два сетевых провода, которыми я и буду питать сам терморегулятор. Два провода я буду прикручивать контактом плюс и минус. К одному из сетевых проводов я прикручу перемычку и буду её цеплять на контакт S1. Ко второму сетевому проводу я соединю отдельный провод, который пойдёт на нагревательный элемент. А вот с нагревательного элемента отдельный провод я уже включаю на контакт S2. Что у нас в итоге получается? Нагреватель будет работать от сети через реле. Всё просто. Подключаю разъёмы к кнопке, идущей от сети, и стягиваю все провода при помощи пластиковых хомутов. В заднюю панель я вставляю гнездо от компьютерного блока питания. Припаиваю провод заземления и оба сетевых провода. Ещё крайне необходима колодка с предохранителем, но мне не удалось найти у себя ничего подобного. Поставлю позже. Прикручиваю заземление к компрессору и к раме самого генератора. На пластиковые хомуты я стягиваю сквозной клемяник к малому бачку. Он необходим для случаев ремонта основного бачка для быстрого извлечения проводов нагревателя. Подключаю провода, идущие от бачка, и подключаю провода, идущие от терморегулятора. Небольшим куском алюминиевого скотча я приклеиваю термодатчик к основному бачку. Первый запуск генератора после сборки электронной части. С правой стороны находится кнопка включения и выключения компрессора. Здесь всё примитивно просто. Включить, выключить, включить, выключить. С левой стороны находится терморегулятор. Включается он при помощи нажатия кнопки рестарт. Включаем. Сверху находится подсвеченная красным цветом, температура фактическая на самом бачке. Снизу подсвеченная синим цветом, это температура, которую мы задаём. Для того, чтобы задать температуру, необходимо нажать кнопочку SET, и мы можем выставить ту температуру, которая нам необходима. В моём случае это 25 градусов. Для того, чтобы зайти в внутренние настройки самого терморегулятора, необходимо 3 секунды нажать и держать кнопочку SET. И мы заходим во внутренние настройки самого регулятора. Режим P0. Здесь у нас обозначено H. Значит, хитинг. Это у нас терморегулятор работает в режиме нагрева. Но если стоит буквка C, это означает кулинг. Значит, терморегулятор работает в режиме охлаждения. Но нас интересует режим хитинг. Нас интересует конкретно нагрев. Вот так. Дальше заходим. Режим P1. Это температура гистерезиса. В моём случае это 5 градусов. Что означает при выставленных 25 градусов, что терморегулятор начнёт работать от 20 градусов. Нагреет до 25 градусов и будет ждать до тех пор, пока бачок не остынет до 20 градусов. После чего опять начнётся нагрев. Режим P2. Это ограничение максимальной температуры. Режим P3. Ограничение минимальной температуры. Режим P4. Это у нас коррекция температуры. Режим P5. Это у нас задержка запуска. А режимы P6, P7 и P8 в данном терморегуляторе недоступны. Ну и бог с ними. Что ещё хотелось бы сказать за этот терморегулятор? Здесь вы его выставляете всего лишь один раз. У него внутри имеется элемент питания. То есть всё он держит в памяти, даже если вы выключите шнур питания от сети. Выключается он очень просто. 3 секунды держим кнопочку рестарт и терморегулятор выключается. Очень удобно. Штуцер от компрессора сюда не вписывается. Дело всё в том, что он прямой. И я никак шланг загнуть здесь не смогу. Поэтому его необходимо сделать под 90 градусов. Что я сделаю? Выход я заглушу. Сюда просверлил отверстие, вставлю 6-миллиметровую трубку медную и запаяю. В итоге будет у меня штуцер под 90 градусов. Выглядит это следующим образом. Сюда я латуневый кусочек забил в торец. Просверлил отверстие диаметром 6 миллиметров и вставил медную трубочку. Теперь это сейчас всё запаяю. Штуцер готов. Штуцер готов. Ну и теперь смазываем его фиксатором резьбы. Закручиваем. Вот так. Выход под шланг горелки через приборную панель я решил реализовать следующим образом. В общем, это две стандартные заглушки на 1,2 дюйма. Одна внутренняя, другая внешняя. С обоих сторон я припаяю медные трубки 6-миллиметровые. И потом через приборную панель, смазав при этом всё фиксатором резьбы, затяну эти две гайки. Они прекрасно стянутся на приборной панели, будут герметичны. И как раз таки будет реализован выход под шланг горелки. Вставляем. Равняем, чтобы всё было красиво. И обильно смазываем фиксатором резьбы. Потому что он нам и обеспечит герметичность. Ну и закрываем крышку. Равняем. И затягиваем от руки. Вот так. Всё good. Подтёки удаляем. Нам они тут абсолютно не нужны. Настало время соединить все узлы этой конструкции в единый агрегат. В общем, соединять я всё это буду при помощи вот такого бензостойкого силиконового шланга. С внутренним диаметром 6 миллиметров, наружный диаметр 8 миллиметров. Шланг очень хороший. И зарекомендовал себе с нами наилучшей стороны. Со временем он не дебенеет. Он становится, остаётся таким же мягеньким. Проверено. В течение года я его тестировал. Отличная штука. Стягивать я это буду при помощи вот таких вот пружинных хомутов. Хомуты на 8 миллиметров ровно под этот шланг. Зажимают они отлично и работать с ними удобно. Рекомендую. Как же работает вся эта система? В общем, здесь имеется два бачка. Основной и вспомогательный. Основной бачок, ну здесь всё понятно. С этой стороны находится аэратор. К этим двум выводам соединяется верхний краник, который будет регулировать смесь бедная либо богатая. С этой стороны пойдёт шланг на лицевую панель, чтобы подключить саму горелку. Ну а с этой стороны подключается воздух самого компрессора. То бишь с этого бачка. Для чего нужен вот этот бачок? Он выполняет две очень важные функции. Функция номер один. Сглаживает пульсации от самого компрессора. Они здесь имеются и они очень хорошие. Чтобы пламя было ровное. Ну и вторая, самая важная по большому счёту функция. Он не даёт попасть бензину в случае чего в сам компрессор. В общем, расскажу, что было у меня. У меня такой же генератор стоит под столом. И я периодически ставлю туда ноги. И получилась такая ситуация, что шланг от самой горелки я передавил ногой. И здесь создалось небольшое, но повышенное давление. Бензин скаканул прямиком в сам компрессор. Что получилось дальше? Дальше резиновая прокладка превратилась в ромашку. И производительность этого компрессора вообще конкретно упала. Я, конечно, прокладку заменил. И он стал работать. Но эту ситуацию пришлось решать. Так вот. Если вдруг здесь создаётся небольшое давление. То по аэратору бензин попадает в сам бачок. И он просто льётся на само дно. И попасть уже в сам компрессор он не может никак. Многие скажут. Можно использовать в принципе и клапан. Да, в принципе можно использовать. Но я его использовать не рекомендую. По двум причинам. Во-первых. Вот такие бензостойки и клапаны не рассчитаны на вибрацию бензина. А от этого компрессора идёт очень сильная вибрация. И в итоге что получилось? Два таких краника у меня вышли из строя. Из-за того, что прокладка просто тупо рвётся. Во-вторых. Вот такой краник, благодаря тому, что здесь есть пружина, он ужимает производительность этого насоса больше чем в два раза. Проверенно. Без него работает намного мощнее генератор. Так что от них я полностью отказался. Ну а теперь соединяем. Соединяем два бачка между собой. Плотненько, прям хорошо. Прям как надо. Один. И второй. Затягиваем хомутиками. Пальцами очень неудобно, жёсткие хомутики. Вот так. И отгибаем их в сторону. Далее соединяем сам компрессор с первым бачком. Делаем посвободнее, чтобы не было перегибов, чтобы всё было аккуратно. Вот так. Подсоединяю с одной стороны к самому нижнюю кранику. До упора, чтобы было всё жёстко и аккуратно. Вот так. И зажимаем хомутиком. Эх, надо пассатижи подлиннее. Ну, увы, таких не приобрёл. Вот так. И от нижнего краника соединяем ко второму выводу тройничка первого бачка. Вот так вот. Хорошо. Вот так. Вот так. И закинаем его сюда вот так вот. Отлично. Подсоединяем шланг к верхнему кранику с одной стороны. Натягиваем как можно сильнее, чтобы не было даже ни намёков на уход воздуха. Потому что это бензин. Здесь нужно быть предельно осторожным. Хоть и небольшое здесь давление. Есть. И с этого краника подсоединяем на тройничок основного бачка. Вот так. Фиксируем хомутом. Так. Отгибаем. Ещё один кусок шланга подсоединяем с другой стороны к верхнему кранику. Как же мне левой рукой неудобно это всё здесь делать. Отлично. Ну и ставим хомут. Отгибаем его в нижнюю сторону, чтобы он не коснулся, не дай бог, проводов. Не надо нам это. А другой конец цепляем к тройнику. Вот так. Отлично. Чпок, 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 чпок. Ну и осталось этот вывод соединить со штуцером на приборной панели. Вот так. Готово. Ну и можно выгрузить крышки на свои законные места. Я их подписал. Бензин и клапан. Пусть они теперь на своём месте. Главное только местами не попутать. В качестве топлива для этого агрегата лучше всего подходит бензин Галоша. Это очищенный бензин и на нём агрегат этот работает ну просто великолепно. Я не пробовал никаких ацетонов, керосинов, нефразов и всего такого прочего. Не знаю, не могу сказать, как он будет работать. Таких видеороликов в интернете огромное количество. На бензине на обычном, да, работать будет, но на бензине остаётся больше половины той фракции, которая уже просто не сгорает. Поэтому лучше использовать всё то, что используют ювелиры уже давным-давно. Значит, ставим воронку и заливаем сюда целых 0,5 литра. Как раз проверим герметичность самого бачка. Ёмкость этого бачка получилась по расчётам примерно 860 мл, поэтому 0,5 литра будет прям самое то. На, пей. Ну и закрываем. Ребята, ещё хочу ответить на самый часто задаваемый комментарий под моим первым генератором. Профессионалы говорят, что нужно сливать бензин, потому что остаётся очень много несгоревшей фракции. Да, парни, я не спорю, много несгоревшей фракции остаётся. Но я не пойму, зачем городить винты или штуцера для того, чтобы с бачков сливать бензин. Вот зачем крутить, вертеть этот генератор, когда он стоит у тебя на столе, а у тебя там сверху банок надфилей и всего прочего. Это очень реально неудобно. Показываем самый простейший способ, который изобретён уже, наверное, тысячу лет назад. Обыкновенный сифон, трубка от антенны, точнее от радиоприёмника. Опускаем её на дно и методом обыкновенного подсоса можно слить до самого конца в бутылку. Как вы помните, что я наливал сюда ровно 0,5 литра. Опускаем её в самый низ, подсасываем. Ну и сливаем. И как вы можете видеть, что я это сделал ровно при вас. Сколько я сюда в бачок налил, ровно столько же я из этого бачка и слил. Так что не нужно усложнять конструкцию, когда можно сделать её гораздо проще. Всё собрано и всё проверено. Можно теперь на него надеть корпус. Крышка надевается идеально. Закрываем колпаски. Ну и прикручиваем. Ну вы посмотрите, какой получился красавчик. Любо-дорого посмотреть. Аккуратный, компактный. Блин, мне очень нравится. Не знаю, как вам, но я вот этой работой очень доволен. Ну и уровень топлива здесь прекрасно виден. И без всякой подсветки. То есть не нужна она тут, в принципе. Хочу продемонстрировать, что этот генератор может. Давайте включим его в работу. Горелку со шлангом я взял от своего первого бензогенератора. Горелка первая. Та, которую я делал в самом первом видео. Вот до сих пор работает. Ни один припой не потёк. Всё, фунциклирует до сих пор. Это кому интересно. Так, для того, чтобы видно было пламя, я, наверное, поставлю чёрненький фон. Вот так. Ну что же, включаем. Смесь на половинке. Не больше, не меньше. Запускаем. Максимальная производительность горелки. Смесь победнее, смесь побогаче. Где-то вот средняя мы вот выискиваем. Где-то примерно вот как-то вот так. Пламя бодрое, мощное. Отлично. Ну, а теперь попробуем сделать пламя очень минимальное. Нижним краником я стравливаю воздух самого компрессора. То есть мы можем регулировать производительность самой горелки. До самого минимума. Можем сделать очень тоненький факелок. Ну, одновременно прибавляем ещё и качество смеси, потому что... Вот так. Посмотрите, какая красота. Вот этой иголочкой можно, в принципе, цепочкой паять без всяких проблем. Сейчас попробую сделать ещё поменьше. Ваще огонь. Супер. Ну да. Ну и максимальная производительность с закрытым краником. Великолепно. Так, я, конечно, уже давно не ювелир, но пайку я сейчас самую мелкую, которую смогу в этой мастерской сделать, я вам продемонстрирую. Ну и на максимальных возможностях я вам покажу, сколько, в принципе, можно на нём без проблем плавить металла. Есть у меня тонкая медная проволочка. Толщина в изоляции её сейчас вам скажу. 0,6 мм. Ну и попробую эту проволочку спаять стык в стык. Не расплавив её при этом. В общем, даже изоляцию снимать не буду. Сейчас просто на крокодилах её поставлю и попробую её спаять между собой. Проволочку я поставил стык в стык. Ну, примерно как-то вот. Блин, крокодил ещё тут ходуно обходит. Тоже ещё тот кусок говна. Ну, вот так. Ещё раз ставим стык в стык. Блин, даже зрение не фокусируется на такую мелочёку. Вот так. Ну, вот. Вот так. Так, ну а теперь сейчас настрою зарекулу на минималочку. Как вы можете видеть, иголочка. Сейчас попробуем подзапаять. Не уверен, что получится, но попробуем. Опачки. С первого раза. Горячая. Вот, как вы можете видеть, сейчас. Вот. Проволочка спаянная стык в стык. Проволочка очень тоненькая. Капельку я не знаю, видите вы или не видите. Ну, отлично. Это медно-фосфорный припой, а проволочка, соответственно, медная. Нормального тигеля у меня, к сожалению, нет. Использую кусок от пеноблока. Да и цветного металла в больших количествах тоже нет. Есть только вот кусок меди, который удалось найти. И вес его примерно... А не примерно 32 грамма. Ну, сейчас попробуем, сможешь ли ты её расплавить или нет. И как скоро. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну, не сказать, чтобы быстро, но расплавил. Тяжеловато, конечно, такой объём ему тянуть. Да и без нормального тигеля. Ну, в общем, насос, конечно, немножко слабоват. Здесь бы в идеале, конечно, литров на 100. Вообще, отлично было бы. Но честных литров 100. Итак, мои дорогие друзья, подведём итоги. В общем, лично моё субъективное мнение. Внешний вид 5 баллов. Конструктив 5 баллов. Кому и зачем может пригодиться такой агрегат? Ну, ювелирам, те, которые занимаются мелкой работой, пайкой цепочек, кулончиками и всё такое прочее, прям вообще будет идеальным агрегатом. Для маленькой мастерской, где-то что-то нужно запаять, тоже подойдёт. Но для плавки цветного металла, увы, он не подойдёт. И то не конструкция самого генератора, а именно из-за того, что здесь слабый компрессор. Если бы он стоял литров на 100 честных, на 120, то он бы в путь плавил бы и 100, и свыше 100 грамм цветного металла. Но, увы, с этим компрессором он этого сделать не может. Регулировка краником производительности намного лучше, чем диммером. То есть, можно добиться вообще тоненькой-тоненькой иголочки, что я и продемонстрировал. Диммером такого добиться было нельзя. Ну и включение-выключение компрессора при помощи одной кнопки мне намного удобнее. Габариты самого агрегата уменьшились. Ну и внешний вид, конечно, стал намного лучше и презентабельнее. Ну, на сегодня у меня всё. Всем, кому видео было полезно, не забываем ставить палец вверх. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok